Здравствуйте! Добрый день всем! Представляю вам книжку для замечательной девочки Олечки. Скушай яблочко называется книжечка. Ну, шучок, конечно, просто книжечка для Оли. Солнышко на липучке, яблочки на кнопках и грибочки на липучке. Тут еще прядочки, какая-то гусеничка, которая, видимо, планирует съесть грибочки у ежика. И ежик маленький, который тоже хочет съесть грибочки у ежика. Веселый розовый паровозик, розовый паровозик с счетом от 1 до 5. Одна тыква, две морковки, три огурчика, четыре репки, пять морковок, солнышко на липучке, колесики на липучке и зайка-машинист. Это не просто зайка, это пальчиковая игрушка для развития моторики. Классная вообще для моторики, для изучения счета книжка. Еще тут кукушечки есть, лягушка с гусеничкой или червячком. Следующая страничка, разворот, весна. Тут у нас трансформер-грузовик, если вы помните, он превращается, трактор-трансформер, он превращается в грузовик. Грузовик, здесь сидит Кеша, тоже колесики у него. Цветочки Сакуры на пуговках, на ножке. И все в обратном порядке застегиваем. Кеша у нас пашет ниву. Весной у нас радуга. Бывает? Бывает. Здесь спрятаны животные, бабочки, пуговки, цветочки и другие интересные пуговки. Здесь же у нас сказка русская народная. Ой, ты сейчас должен в чем тихать. Итак, у нас сказочка 3D. Кстати, да, допустим, раз покажу. Все стоит. Здесь волк, пальчиковая игрушка. То есть они все пальчиковые игрушки. Волк, лиса, зайка и мишка. Здесь у нас бабка, детка, внучка. Подсолнышко. Домик. Это как вот играть в театральную постановку. Так и называется. Пальчиковый театр. Русские народные сказки. Какие сказки у нас здесь играются? Мы начнем с самой стандартной, любимой. Тут видите, огонечек. Колобок. Колобок. Спекла бабка колобок. Ну, в общем, колобок у нас убежал. Бежал, а тут его встречает зайка. Зайка. Проигрывать сказку не буду, потому что это уже пятая книжка, которую мы сегодня записываем, и у меня уже не работает. Вот. Зайка. Волк. Мишка. И лиса, которая колобочка-то и хрумс съела. Ну, все напоминаю, что это все пальчиковые игры. Следующая сказка. Тут играется курочка-ряба. Так, курочка-ряба. Тут петушок еще у меня есть. Так. Снесла курочка. Яичко. Не простое, а золотое. Бил-бил. Дед, баба била-била. Мышка. Так, мышка. Мышка пробежала. Мышка пробежала. Хвостиком махнула. Яичко разбилось. Упала. Плачет. Дед плачет. Дальше. Посадил дед репку. Выросла репка. Большая-пребольшая. Значит, тянет дед. Не может вытянуть. Позвал бабку. Внучку. Жучку. Кошку. Мышку. Тянут-тянут. Вытянули репку. И так. Еще у нас. Пошла, значит, Машенька в лес за грибами, за ягодами. Заблудилась. Попала в избушку медведя. И медведь ее, значит, похитил. Так сказать. Мила-мила она у него. Готовила-готовила. А потом оказалось, что это Машенька из мультика Маши и медведь. И, в общем, медведь ее сам домой обратно к бабушке с дедушкой и принес. В тот же день. Вот. Еще была у лисы избушка ледяная. А у зайки лубиная. Пришла зима. Лиса выгнала зайца из избушки. Сидит, плачет зайка под деревом. Значит, приходит к нему волк. Говорит, что ты, зайка, плачешь? Ой, меня там туда-сюда. Выгнала лиса. Волк подходит. Говорит, выходи, лиса. А лиса говорит, ох, сейчас как выйду. Бегут твои колчки по заколочкам. И волк ушел. И так все животные. Медведь не смог его спасти. То там кошка, мышка не смогла, собачка не смогла, утята не смогли его спасти. Курочка не смогла спасти. Лягушка не смогла. Никто не смог, в общем, выгнать лису. И пришел петух и сказал, выходи, а то я тебя сейчас, в общем, на мелкие кусочки своей секирой покрашу. Вот. Пишем. Теремок. Бежала, значит, лягушка скакала. Скакала лягушка по лесу. Смотрит. Теремок стоит. Теремок, теремок, ни низок, ни высок. Пойду-ка, говорит, я туда жить. Пошла жить. Дальше у нас. Ну, в общем, все звери, короче, пошли-пошли-пошли туда. Чем всех лягушка добрая пустила. Всех. Все, честной народ тут сидит, значит. Кушает, пьет в печке колобка печет. Все сытые, довольные. Ой, теремок растет, растет. О, еще и яички тут нанесли. В общем, чушь. Детка с бабкой тоже пришли, а то в городе кому-то за коммуналку платить надо. Вода горячая, грязная бежит на этой улице Берша. Вот. Застройщики плохо строят. Они решили, а что, лучше пойду-ка я жить вообще, чтоб... Короче, пенсия маленькая. Комус. Да. И ушли они жить в свой домик. А тут еще, представляете, столько еды в этом доме. Всех можно... Никого вращать не надо. И последний идет медведь. Ох, это тут даже, кстати, можно очень интересный параллель привести. Но так как у нас не политический канал, мы продолжим сказки рассказывать. В общем, пришел медведь и говорит, я, говорит, это вам. Сейчас, короче, тут коммуналочку-то подниму тоже. В общем, будет у вас все очень дорого стоить. И вообще, вы хотите все жить, это, в общем, мой дом, а вы, это, до свидосия. И, короче, выгнал медведь всех. Сам в дом залез, и все, сломал, поломал. В общем, все продал, распродал. Коронавирус. А-ля, привет, все в Крым. Вот. Ревет медведь, никто за него не голосует. И приходит детка-бабка, говорит, ну ладно, чего уж ты не реви, давайте сейчас все по-честному будем делать, коррупцию уберем. И, в общем, все животные пошли строить теремок-теремок. Он ни низок, ни высок. Новую Россию построили. Солнышко светит у нас. Пенсии высокие. Газ есть в каждой деревне. Вот и сказочке конец. А кто слушал, ставим лайк. Интересно, закроет мой канал после этого? Или нет? Следующий разворот. Это на этом наша книжечка не заканчивается. Сказочка. Продолжаем играть. Книжку. Ну, я так понимаю, это уже будет последняя неделя. Например, в пятницу. В понедельник начали играть, в пятницу заканчиваем. Магнитная рыбалка. У нас остров Буям со сказочки. Пусть, например, детка поехал, значит, золотую рыбку искать. Старуха его отправила за золотой рыбкой. В общем, вот у нас золотая рыбка. Поймал он ее. И просит ее, говорит, хочу, говорит, я. Три избушки таких. Вот. И пожизненную интулигенцию по квартплате. Например. Не знаю, все что угодно. В общем, тут есть осьминоги, скаты. В общем, даже если пенсия низкая, то еды хватит для всех. За... За... В общем, лабиринтик тут еще. Поеточки всякие интересненькие для малышек. И пеликан-обжорка. Тоже очень любит поесть. Очень любит такая у нас сказка. Тут рыбки. Вот. И все уже устали смотреть это видео. Но все равно продолжаем. Потому что мы же не знаем, что там еще Ленка придумала у нас вообще в конце концов. А Ленка придумала шар. Акулу. Акула лабиринт для детей. И акула тоже у нас прожорливая такая. У нас срамка. Большое ощущение. Тоже любит поесть. Все, что видит, все съедает. Вот. Мясо у нее вкусное. Вообще сейчас пост идет. Поэтому акул есть не рекомендуется. Вот такая интерес... Я даже сама не ожидала, какая интересная книжка получилась. Для девочки Олечки. Сегодня она отправится к ней. И бусинки. Книжки сборные. Можно добавлять, убавлять странички. Я вас благодарю за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заказы принимаю на июнь. Ну, смотрим дату выхода этого видео. И если вы еще попадаете на май смотрите, то в июне я могу вам уже книжечку сшить. Можно выбирать из готовых страниц. Все мои данные есть под видео. Ватсап, Вайбер, ВКонтакте, аккаунт, Инстаграм. Буду очень рада. Пишите, звоните. Улетаю в Португалию. Заказы июнь, сентябрь. Сошью с удовольствием все, что вы хотите по вашим эскизам. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...